Мур Привет, друзья! Это ML-факты о лесных предметах. Поскольку очень часто вопросы возникают по ним даже у опытных игроков, я постарался провести ряд тестов, где фармил определенное время на лесных мобах, стараясь не получить стороннего опыта. Основное назначение лесных предметов – получение опыта с лесных мобов в большем размере. У нас в каждой ветке по три предмета. С той лишь разницей, что третий предмет дает небольшие бонусы. Быстренько пройдемся по этим бонусам. Мочете хищника – 30 физической атаки и 15% физического проникновения. Убийца зверей – 20 брони и 20 сопротивления магии. Звездный осколок добавляет 30 магической силы и регенманы – 25. Но второй предмет стоит, к примеру, 770, а третий в этой же ветке – 1605 золотых. Итого разница составляет 835 золота, что весьма ощутимо на старте. Мы будем рассматривать вторые формы предметов. Их используют чаще всего. Начнем с опыта. Для начала Алукарт, не имея предметов для джунглей, набивает опыт, используя нижний лес и часть верхнего. В итоге, на шестой минуте, мы немного не дотягиваем до девятого уровня. Охотничий нож – это первый предмет, покупаемый за 280 золота. Он дает нам 20% урона по лесным мобам и 15% опыта от них. И на шестой минуте нам немного не хватает до десятого уровня. Большинство же игроков выбирают один из предметов второго уровня. Каждый из предметов второго и третьего уровня имеет схожую пассивную способность. Это плюс 30% урона по монстрам и плюс 30% опыта от них же. Плюс 4% восстановления хп и 10% восстановления маны. Это одинаково для всех. На примере легкого клинка на шестой минуте мы имеем десятый уровень с половиной. Убиваем остров быстрее и исцеляемся от них чуть больше. Платим в среднем за это удовольствие 760 золота. Но это, конечно, не все. Есть накопительная пассивка у каждого клинка. У легкого клинка это увеличение физической атаки на 4 за каждый стак. Итого это 40 физической атаки в конце. Смотрим. 391 урона с руки. Продаем. 265. Да, урон навыков, основанных на физическом множителе, тоже увеличивает. Активная способность через применение возмездия к вражескому герою. Вы замедлите его на 70%. Это у всех лесных предметов второго и третьего уровня. Особенность легкого клинка. Вы 3 секунды будете наносить чистый урон от возмездия. Но сам по себе урон довольно маленький. Дальше идет проклятый меч. За стак дает 0,5 к урону как физическому, так и магическому. Так, Алукард наносит 571 урона навыкам и 331 с руки. Продаем. Теперь 444 с навыка и 257 с руки. Это меньше, чем дает легкий клинок. Но теперь возьмем гордо с полным стаком. С руки он бьет 151. А навыкам 500. Продаем клинок и теперь навыкам 367, а с руки 111. Как видим, для магов существенная разница. Тем более, что легкий клинок не добавляет магам урона от навыков. Если мы собрали проклятый меч и применили возмездие на врага, кроме замедления, мы получим снижение магической защиты у противника. И третий предмет. Секира мародера. Тут все проще. За каждый стак мы получаем 3 брони и магического сопротивления. В сумме 30 брони и 30 сопротивления. Урон по Алукарду проходит в 35 единиц урона. Продаем. И он начинает получать 41 единицу урона от применения возмездия. Повторюсь, вы замедлите врага и получаете на себя магический щит ненадолго. Размер щита основывается на вашем максимальном хп. Основная ценность этих предметов, на мой взгляд, это все-таки скорость и объем фарма с леса. Но их ценность сильно снижается, если в команде хотя бы трое чистят лес. Одному будет не хватать стаков и опыта. Смотрите по ситуации и собственному пику, какой лесной предмет покупать и нужен ли он вам. На этом все. Смотрите на канале другие ML-факты. И скоро нас ждет глобальное изменение предметов. Делитесь видео, подписывайтесь на канал, ставьте лапки и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok